наш эфир продолжает программа ефима фиштейна похищение европы здравствуйте фильм что там происходит между азербайджаном и турции между армении простите тут армении конечно меня второй раз почему-то турция выскакивает с уст сложный регион геополитические сложные и наверное ландшафтно сложная так что неудивительно я понимаю что мысли наших американских сограждан наверняка сегодня больше устремлены и прикованы предстоящим дебатом президентских кандидатов но тем не менее может быть им интересно послушать то что происходит таком отдаленном уголке хотел было сказать европы но потом одумался дело в том что ведь южный кавказ так называемая за кавказе тут и вполне понятно куда его причислять считается что по кромке хребта кавказского проходит граница европы хотя и за кавказе ведь не совсем не европа и никто всерьез не относит к азии так вот хочу сказать сразу беля быка за рога что военные действия я бы сказал просто война между армении и азербайджаном я отбрасываю в сторону отметают всякие набедренные повязки типа того что это всего лишь военное действие между нагорным карабаком они армении все это пользу бедно рассказки для бед конечно эта война между армии и азербайджан так вот эта война не является на мой взгляд не локальный не мелко региональный эта война которая имеет такие глобальные и политические зацепки такие аспекты и параметры что она может стать как бы не судьбоносные как бы не перерасти в гораздо более глобальную войну почему я об этом говорю не только потому что на ней завязаны интересы порой даже жизненные интересы великих держав вокруг вообще известно что азербайджан связан с турцией и вообще известно что турция ищет возможности вернуться к своему я бы сказал османскому или атаманскому империальному статусу положению региональной во всяком случае достаточно великой державы армения же связано с россией и разумеется не только каким-то там смешным славянским братством или какими-то братскими или дружескими дружескими узами и армении азербайджан были составной частью советского союза но в армении находится российские военные базы достаточно известная армении проходит договорная как бы дорога пути сообщения пути подвоза снаряжение иммуниции к этой военной базе из россии и армению рассматривает россия как свой своеобразный выход азию прямую на границе с турцией это исключительно важная штука не говоря уже об экономических аспектах каждый кто знает сложную не гео политику а геоэкономику этого региона понимает насколько важно через грузию например а она ведь на пути между россией и армении проходит нефти из азербайджана батуми оттуда в ту же турцию и европу исключительно важные пути экономические и поэтому война которая могла бы перерезать эти пути исключительно важно я уже сказал что и у турции и у россии свои побуждения которые ведут к началу такой войны ведь все разговоры о том что сейчас требуется главным образом и в первую очередь замирение вообще это смешные рассуждения это сказки для еще не созревших детей потому что примирение просто отсутствие кровопролития еще не означает мира также как день еще не означает просто отсутствие темноты ружье которое висит на стене должно рано или поздно выстрелить такого закон природы оружие начинает стрелять потому что этого хотят люди или им видится это как желаемое а конфликт между армии и азербайджан имеет экзистенциальные корни там недостаточно просто перестать стрелять там недостаточно просто сказать вот мы добились перемирия значит кровопролития нет люди не умирают этого вполне хватает это очень близорукая постановка вопроса мы знаем из геологической литературы что существует два понятия мира это библейский мир шалом это мир который обозначает полное чувство собственной удовлетворенности в окружающем мире гармонии органичной связи с ним это мир шалом есть мир принужденный или по принуждению которому иногда порабощенные народы бывают принуждены это называлось и бакс романа и бакс американо и бакс советико всюду и народы вынуждены сохранять мир там где им хотелось бы повоевать им хотелось бы восстановить утраченную справедливость может так это видится и так это видится кстати и армянам и азербайджанам и азербайджанцам так вот такой мир всегда бывает непрочным недолгим и чреват взрывами военными это то что произошло как долго могла находиться находиться этот регион как долго он мог находиться в состоянии полного подмораживания этот конфликт назывался замороженным конфликтом он был доведен до каких-то минусовых величин находился как бы морозильнике и вот разгорелся можно ли сказать что если бы он не разгорелся тонны никогда бы и в последующие десятилетия может столетия никогда бы снова не вспыхла думаю что этого сказать нельзя потому что по меньшей мере один из народов а может быть и оба жили до сих пор в состоянии не удовлетворенности недовольство таким положением потому что давлело чувство свершившейся несправедливости над ними у них отняли территорию а у других наоборот получили историческую территорию исторические земли я не хочу возвращаться здесь вот к этому персонифицированному пониманию конфликта армяне нам симпатичны и говорят многие московские наблюдатели и комментаторы значит мы должны мы не имеем права передавать армян так постановка вопроса которые читают во многих публикациях в россии почему и где сказано что мы можем предавать кого-то другого тех же азербайджанцев это так сказать вполне второстепенный элемент к этому надо относиться как к одному из многих современных конфликтов которые были успешно подморожены не хотите хочу применять термин заморожены потому что любая заморозка я повторяю не вечно любая заморозка рассчитана на то что рано или поздно она будет разморожена ситуация разморожена и вспыхнет с новой силой поэтому не временного прекращения огня который ничего не решает в принципе не этого надо добиваться таких замороженных конфликтов я вернусь к теме и скажу чего можно было добиваться таких замороженных конфликтов в мире очень много их много и на территории современной россии или или ей подведомственной территории это все эти конфликты между россией и украиной и крым и донбасс это и конфликты между россией и грузией это и некоторые другие конфликты кстати иногда между бывшими народами советского союза сейчас независимыми республиками скажем киргизии и узбекистаном все мы помним взрывы взрывы неожиданные военные конфликты которые выливалась вот эта недружелюбность тлеющая вражда у которой тоже были какие-то свои исторические корни я уже не говорю о других мире полно таких конфликтов один из близких к нам к европе это конечно кипр это вражда между грецией и турции кипра разделенной на две республики признанную и непризнанную но тем не менее существующих рядом друг рядом с другом таких конфликтов не перечислить я уже не хочу пускаться в споры в латинской америке или африке где их очень много но даже в той же европе где мы живем но разве недавно вспыхнувший еще не вооруженном виде пока не военном виде но в виде политического конфликт между катаване и испании и опять же одни говорят соблюдая конституцию вы должны оставаться испанской а другие говорят простите но у нас есть исторические корни исторические претензии у нас есть историческая традиция и прочее и прочее во всех случаях становиться в позу судьи это бесплодно в любом отношении это никуда и ни к чему не ведет что же я имею ввиду говоря о том что выходы были современный мир ведь вообще превратился в какие-то странные джунгли где свет в конце туннеля погас и никто ничего в целом не понимает как решать эти конфликты которых немало но самый наверное громкий очевидный конфликт это конфликт вокруг территории израиля вокруг каких-то территорий которые уже заселены израильтянами и заселены на какое-то количество лет на каких-то несколько десятилетий раньше арабами носящими имя палестинцев так вот этот конфликт самоочевиден все понимают хотя и не все предлагают варианты решения конфликта почему так и что же делать предложение международных организаций заморозить и эту ситуацию сказать что вот так как есть как эти энклабы на территории государства израиль и на тех территориях которые им заняты результате нескольких войн где он не являлся агрессором что нужно почему так вот что это состояние лучше всего заморозить и пусть как бы наши внуки решают этот вопрос одна из из тех неблагодарных и бесплодных концепций или подходов этому вопросу точно также как мы имеем дело и в ситуации с ныне образцовым армяно азербайджанским конфликтом к чему я клоню дело в том что ни одна концепция которую современными признают как единственно правильную является действительно эффективной и правильной и ведущей нас на к настоящему умиротворению регионов к сожалению возобладали концепции замораживания именно перекладывание времени ответственности на внуков вот пусть они решают а мы решать ничего не будем это очень близорукая очень близорукая концепция в то же время эта концепция осуждает то что существовало и было эффективным до нее приведу конкретный пример из писаний инстана черчилля человек который за своей книги о войнах получил нобелевскую премию по литературе то есть это двойной нобелевский лауреат фактически потому что он не просто был актером действующим лицом истории но и сумел гениально описать так вот описывая конфликт в котором он прямо принимал участие это был турецко-греческий конфликт где британцы кстати выступали как одна из боющих сторон они выступали против турции британцы потерпели на галлиполе известная всем из истории поражения тем не менее инстант черчилль пишет что самым мудрым решением которая мне когда-либо доводилось принимать когда он еще не принимал не был премьер-министром был просто одним из военачальников одно из самых мудрых решений было так называемое этническое размежевание турков и грек когда значительное количество греков из селений в турции пограничных вдоль побережья и даже из чуть чуть более отдаленной анатолий какое-то количество немало греков переселилась континентальную можно сказать если бы это не были острова грецию материкову грецию какое-то количество турок тоже переместилась на территорию турции часть из них осталось на кипре так вот черчилль был глубоко уверен что такое этническое размежевание положило конец их бесконечным усобицам их бесконечным войнам резне и именно тому кровопролитию которое недостаточно просто остановить а которое нужно решить потому что в основе любого кровопролития лежит какая-то этническая геополитическая проблема и без ее решения мы возвращаемся близорукой я бы сказал почти инфантильной теории что нужно главное пока замерить а дальше посмотрим что будет так вот мир который отказался от цивилизованного я бы сказал организованного упорядоченного размежевания такой мир это мир замерзших подмороженных конфликтов которые будут взрываться один за другим там между грецией и турцией в этом регионе уже конфликтов не было они возникали между ними какие-то геополитические конфликты связанные с амбициями и так далее но ни один из них уже не был этнический это не был конфликт подавленных греков на территории турции или подавленных турок на территории греческих островов так вот стоило бы миру вспомнить правильные и умные уроки прошлого а не отдаваться каким-то детским близоруким иллюзиям и называть скажем такое размежевание организованное которое произошло в 1922 году о котором я сейчас говорю называть его этнической чисткой не всегда эта чистка бывает насильная иногда она бывает организованным и разумным разрешением иначе неразрешаемого конфликта это приложимо и к тем конфликтам о которых я здесь говорил скажем на территории современного израиля если бы и организация объединенных наций если бы европейский союз не были ослеплены раз и навсегда и исходили бы из рациональных вариантов они из каких-то псевдо этических премис псевдо этических потому что то что не дает разрешение но зато наверняка ведет к войне будущее является псевдо или квази если хотите моралью квази этикой это то чем занимается современный мир если бы вместо этого по какой-то договоренности может быть и с участием этих организаций можно было бы договориться с той и с другой стороны то конфликты бы не оказывались кровавыми они бы разрешались разрешались довольно по мирному этого не происходит происходит прямо противоположное что означает нынешний взрыв он означает нечто большее чем просто выстрелившая ружье он означает что энергетика мира начала радикально меняться мир не может долго жить в ситуации когда реальные конфликты между народами находится в замороженном состоянии потому что какой-то общей идеи которая человечество могло бы преследовать все вместе за раз как говорится взявшись за руки такой идеи сейчас нет и естественно в отсутствие общей идеи начинают размораживаться эти замороженные энергетики эти замороженные не недовольство неудовлетворенности отдельных народов своим положениям потому что что они имеют это и сейчас это чей-то пакс это чей-то мир который им навязали и они готовы бесконечно жить в таком состоянии они требуют справедливости как бы исторической это сложное понятие сложное слово если она начинает играть самостоятельно это обычно ведет к войнам я бы в любом случае может быть счастью для этих людей которые сидят в оон или в европейском союзе да я не имею решающего слова но я бы предложил вернуться к тем принципам и вариантам и возможностям решения таких неразрешимых кавычках конфликтов которые были использованы в прошлом и прекрасно себя зарекомендовали несмотря на большое множество может быть каких-то недоделок каких-то связанных с этим второстепенных трудностей важно пытаться решить конфликт на месте там где он возник и попытаться устранить это чувство постоянной бесконечной неудовлетворенности этого сейчас не происходит зато этот конфликт на мой взгляд является просто первым здесь это важно понять почему это так опасно не только потому что в любой момент и турция россия могут оказаться сдвинутыми лбами и начать какие-то военные действия желая того или не желая это же неважно сегодня сообщают что турецкий самолет сбил армянский у нагорного карабаха по идее не должно быть своей своей авиации армянский самолет так это или не так все стороны отрицают разве это важно важно что втягиваются силы внешне турция между прочим член нато там станет серьезнейший вопрос а как нам поступать помогать своему члену который который в общем-то не выходил из нато хотя у него напряженное напряженное отношение с многими странами тем не менее он в принципе как бы руководствуется общими положением россия наоборот противостоит нато россия на стороне армении подумайте и не хочет его как бы предавать а турция а с ней и нато которое должно по идее поддержать своего члена находится на стороне азербайджана эти еще подмороженные конфликты по всему миру может так случиться повторяю в отсутствие объединяющие идеи так бывает начнут взрываться один за другим и это уже означает что наш милый глобус земной шар может превратиться сплошное минное поле по которому будет опасно ходить потому что будут взрываться неразрешенные конфликты и фильм спасибо огромное в этом месте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон в студии 847 4005 200 на тот случай если у вас возникнут вопросы ну а мы планировали поговорить о цензуре которая все с которой все чаще сталкиваемся в социальных сетях в корпорациях может быть о самоцензуре если я уже самоцензурой дело не заканчивается к сожалению даже тот кто и хотел бы подстроиться и начать там себя корректировать хотя это отвратительно отвратительная ситуация до пишущему человеку приходится себя корректировать но я не об этом сейчас говорю поводом стало то обстоятельство что я сам подписал петицию протестующую против цензуры в интернете на социальных сетях эта петиция вообще-то подобная петиция подписывается массово разных странах европы я подписал большой группой чешских журналистов писателей политиков и так далее которые протестуют против этого явление это более чем просто отвратительно здесь дело идет не об эстетике и не о том что нам как бы нравится или не нравится это серьезнейшая атака на самая суть человеческой свободы кстати допускающий и самое разное отклонение абсолютная норма и свобода ошибаться моя свобода ошибаться она мне также священно я не хочу чтобы меня причесали под одну гребенку и сказали мне вот только так надо мыслить а если ты мысль иначе и ошибаешься это не просто тебя выставляет смешном свете это бы тебя просто запретим это мы запретим и в что происходит сейчас на интернете где к сожалению ответственные люди не видят насколько смешно это выглядит когда я слушал в годовщину в годовщину террористического террористической атаки наш шарли обдо на французский журнальчик который может кому-то нравится кому-то не нравится не в этом дело расстреливать журналистов за их писание бессмысленное невозможно недопустимо когда я слышал макронов который говорит за эту свободу мы будем бороться до конца когда я слышу сейчас французского премьер-министра после того как на это место не дать ни на людей она это место было совершено снова покушение с убийством или во всяком случае попытка убийства двух совершенно к тому непричастных людей и и снова премьер-министр говорит карикатуры на пророка магомеда мухаммеда если хотите у нас это дело святое это можно а вот написать пользу трампа что-нибудь извините это уже нельзя но не смешно ли разумеется французский премьер говорит не о трампе но он именно также в своей стране допускает преследование инакомыслящих людей которые то ли о своих делах говорят скажем соглашаются или не соглашаются с бывшим национальным фронтом как сейчас называется организация марин люпен и не вспомню и вот за то что он соглашается его забанивают в интернете ему говорят извините соглашаясь вы занимаете неправильную позицию таких случаев миллион может быть и вам они известны когда вас забанивают или вашу продукцию забанивают из-за того там прозвучало неправильное ключевое слово что там прозвучало неправильная предосудительная мысль такого в истории человечества не бывало чтобы вам запретили высказать или просто вычеркнули эту предосудительную мысль сейчас это сплошное это явление которое затронуло все сферы деятельности связанные как то так или иначе со словом или образом забанивают образ если там вы что-то произнесли не так забанивают слово если вы написали что-то что противоречит нормам политической корректности кто это делает это заказ над национальной крупнейшей монополии которая использует своих интересах свою площадку информационную на которой она и построила свою монополию это может быть twitter это может быть facebook это может быть instagram какой-нибудь но это всегда монополия вам трудно ворваться вам трудно отгрызть вам трудно отнять какую-то часть этой информационной площадки это пространство монополизированное занято и вот они эти монополисты заказывают на местах среди людей понимающих язык заказывают местных едва доучившихся старшеклассников и начинающих студентов едва ознакомившихся с законами языка и они не для корректировки языка и нанимают нанимают чтобы не следили за правильностью взглядов и в случае неправильности какой-то в случае некорректности взгляда банили запрещали такой мыслительный продукт даже если это окажется письмо любимой женщине и в таком случае можно обнаружить если она если вы его пишете через нормальную площадку социальной сети какой-либо и обнаружено в нем какая-то неправильная ненормативная мысль не лексика мысль даже то его можно не пропустить или или просто цензурировать как когда-то это делалось черной тушью сейчас это тем что у вас это слово и всю эту весь продукт могут выбросить выкинуть то и под тем предлогом что это каким-то образом фейк то есть фальшивая информация неправильная информация доказать что она правильно или неправильно крайне сложно начиная с разбирательства иногда можно отбить свой продукт доказав что того что да это же ежу известно это понятно все знают что это так ах да все знают но может быть тогда мы вернем его на свое место хотя вы сами понимаете что когда речь идет о актуальном комментарии то свое место через неделю уже не имеет никакого смысла его этот комментарий надо дать сегодня сейчас и здесь и для того люди врываются входят в социальную сеть чтобы прокомментировать немедленно под этим соусом якобы фейковой информации делается совершенно неправильная вести американцам слушающим нам нас прекрасно известно что одним из первых таких случаев был была попытка твиттера успешная попытка забанить или во всяком случае обозначить как фейковую информацию трампа о том что голосование в удаленке что называется не только где вы открепляетесь чтобы переехать другой город а по удаленке письмом электронной почты или чем-то еще так вот когда трамп предположение что такое голосование открывает простор для фальсификации он его твит был обозначен значком фейковая новость почему да потому что как сказано в информации твиттера таких фактов еще не было никогда если бы эти люди которые обрабатывают посты в твиттере заглянули не слишком удаленную скажем российскую державу они бы обнаружили что там нет ни одного практически либерального мыслителя который не обозначил бы голосование по почте или электронки за открытой для фальсификации в россии считают все и те же люди которые считают что в россии это ясно готовы поддержать стремление твиттера забанить или обозначить как фейк твиттер твит президента о том что это открывает простор для фальсификации он ведь не говорит что все будет фальсифицировать но шанс возникает и эта информация о том что возникает шанс обозначается как недоказанное за отсутствием примеров хотя этих примеров в россии миллион недавно я слышал выступление талантливой публицистки вы наверняка знаете американцы знают лиз вилла она пожаловалась на то что все ее последние выступления забаниваются запрещаются к показу на том основании почему я об этом говорю если вы просто дело было то что запретили это совершенно сегодня нормальная кавычках вещь но ее забанивали потому что информация которая может оказаться неправдимой это ей сообщили что это сейчас называется на это нововведение и называется это полу фейк разве мало было нам фейков которыми они раз разбрасывались во все стороны которые невозможно проверить сейчас даже то что оказывается полу фейком то есть может быть правда может быть и нет уже банится уже запрещается показу под той причине а что если это окажется неполной правдой в таком мире как говорится жить не хочется это ничего не остается другого кроме того чтобы протестовать против такого ограничения нашей свободы сегодня у нас отнимают право думать и думать иначе чем это принято в политкорректной среде а у нас других возможностей нет потому что у нас других площадок крайне мало или мы не не достигаем такой аудитории на других площадках естественно завтра просто запретят вообще просто думать или или вообще что-либо считать кроме той нормы который будет спущена сверху одобрена этими монополистами тем же фейдером фейсбуками и другими так что поэтому я подписал эту петицию протеста и очень надеюсь что этого страшного поворота все-таки не произойдет иначе всем нам не поздоровится вообще ситуация соцсетями уникальная поскольку они располагают неограниченными средствами и легко с легкостью купили политиков которые приняли закон по 302 акт который освобождает их от ответственности то есть они признаются не издателями не сказать а просто площадкой предоставляемый мы не отвечаем за то что люди публикуют но если вы не отвечаете за то что люди публикуют тогда какого хрена вы лезете и начинаете цензурировать вы же не отвечаете тут они начинают действовать как настоящее издательство попытки изменить законодательство составом республиканцы пытаются некоторые сенаторы выступают за то чтобы изменить это законодательство коль скоро соцсети ведут себя таким образом натыкаются на непреодолимую стену потому что демократам это не нужно хотя некоторые из них тоже заявляют имеют претензии свои но у них с другой стороны претензии как это да фейсбук может публиковать какие-то материалы скажем поддерживающие политику трампа или еще что-то в этом роде то есть их него не не смущает тот факт что соцсети начинают заниматься цензурой смущает тот факт что они недостаточно цензурируют вот в чем проблема так вот принять такой за изменить законодательство если вы собираетесь быть издателем так отвечайте тогда если вы человека незаконно если вы что-то исправили или кого-то забанили тогда отвечаете как издатель не получается потому что политики особенно демократы сидят у них в кармане другими словами они дают колоссальные деньги лоббируют свои интересы свою безопасность свою безответственность а денег у них к счастью или к сожалению достаточно для того чтобы купить политиков и получается вот мой личный пример меня на 30 дней забанил я не знаю уже неделю наверно сижу не могу ничего не лайк поставить не комментарии сделать не пост сделать за то что я сделал репост фотографии там была компиляция фотографий причем это не был photoshop это натуральная фотография на одной фотографии трамп пожимает руку нетаньяху и еще три фотографии поменьше сбоку на одной фотографии барак обама с джеремая райтом и цитаты из выступления джеремая райта буквально фраза одна коротенькая фраза на другой фотографии обама с шарптоном это же на коротенькая надпись буквально там фраза 1 и третья фотография барак обама с с фараханом это же цитата из его выступления то есть цитаты не придуманы эта часть это задокументировано есть видео подтверждаюсь то есть там нет никакого слова неправды все что сказали эти люди причем они сказали это в отношении евреев это такие но ни для кого не секрет что все три персоны включая четвертую барака обама антисемиты буквально антисемиты поэтому и фразы из их выступления антисемитские так вот меня на месяц значит заблокировали я теперь не могу на фейсбуке ничего сделать конечно не соответствует стандартам нашей комьюнити и я попытался оспорить но в связи с тем что к вид 19 которые они толкают во все щели значит у них проблемы у них недостаточно людей которые бы могли рассмотреть и принять решение вот таким образом и месяц горячая пора тут выборы тут так сказать самое время поделиться своими соображениями мыслями нет нет этой возможности то же самое происходит в корпорациях люди боятся проявить свою политическую активность мы встречаемся с людьми разговариваем так сказать грядут выборы нужно что-то делать а человек который работает в какой-то корпорации как я не мог я не могу рисковать я не могу рисковать меня просто выгонят с работы учитель который в фейсбуке написал что трамп его президент из мичигана его выгнали с работы за то что он написал что-то а чей трамп президента что трамп не наш президент то есть конечно это это президент только правых а левая не имеет никакого отношения как впрочем и самая к сожалению таких случаев можно набрать так десяти просто дома давайте попробуем свое время пострадала и та же самая памятная барин люпен когда в своем давайте попробуем принять звонок сейчас расскажу фотографию публиковала фотографию с текстом анти нацистским но поскольку на фотографии был какой-то представитель германии с каким крольцом со свастикой на рукаве то и обвинили пропаганди нацистом добрый день пожалуйста в эфире да не навредите так что я могу задать такой вопрос вам будет может быть не хорошо так я не знаю как мне это сделать задайте вопрос не стесняйтесь я хочу узнать что себе думает украинская кольца и что думает по какому поводу спасибо интересный вопрос а я думаю что и украинская кольца неоднородная и поляки это тоже неоднородная масса и там и там ну к сожалению действительно в свое время ваку на околице жили льва колец и население было так подвержена пропаганде который я не знаю какая-то значительная часть по моему до сих пор верит что трамп сидит в белом доме благодаря путину а путину отношение к путину украинцев мне понятно я об этом говорил я так сказать разделяю их позицию но их задурили голову настолько что по моему значительная часть выступал я помню эти выступления и на фейсбуке против трампа хотя если бы люди так сказать начали открыли глаза и посмотрели реально на вещи которые происходят несмотря на риторику трампа в отношении путина что они он молодец он то все но он так о всех говорит чтобы действительно думаете что он любит там ким чен и и или и на вернее или там того же китайца главного да нет это такая политика это такая дипломатия своеобразная а если вы посмотрите на фактические дела на то что скажем сравните с предыдущей администрации барак обама позволил захватить крым и чтобы поддержать украинцев отправил там сухие пайки одеяла в то время как трамп отправил в украину летальное оружие те же дживелины в общем факты говорят совершенно так сказать о том реальном отношении трампа к той или иной проблеме что касается поляков то тоже поляки встречаются с кандидатами скажем от республиканской партии поддерживают а какие-то поляки очевидно будут голосовать за демократов все мы неоднородные даже в нашей общине люди которые убежали в свое время из советского союза есть какие-то как каких-то процентов 10 может быть 15 которые тоскуют по социализму и готовы голосовать за акасию кортес за байдена за кого хотите за хиллари клинтон причем воинственно так да кстати пуль скоро я заговорила о том что встречались польская и украинские общины с представителями республиканской партии которые баллотируются в тот или иной офис один напомню хочу напомнить 11 октября в воскресенье состоится встреча с кандидатами от республиканской партии это марк кюрин это дженни айвс это саргис сангари это пэт о браин марк бэкман и так далее в общем встреча состоится в тауншипе в офисе тауншип полотна полотайна по адресу 765 норс квентин роут в полотайна это на пересечении квентин роут и норс вест хайвэй начало встречи в 11 30 милости просим приходите приходите это будет интересно это бы я я уверяю вас это будет интересным вы кроме того что вы прослушайте идеи с которыми идут на выборы кандидаты у вас будет возможность задать вопрос непосредственно касающийся вас ваших интересов и так далее и очень важно чтобы скажем как мне кажется вот пэт о браин который баллотируется на должность стоит атерни в кук каунте это тоже важно потому что беззаконие которое творится в чикаго это все результат деятельности кемберли факс которую помог посадить в это кресло небезызвестный нам джордж сорос который потратил на избирательную кампанию 400 тысяч долларов так что это все очень важно это наша жизнь это то в чем с чем мы будем жить следующий в следующий период следующий избирательный цикл эфим к сожалению времени больше не остается мне хочется поблагодарить вас я думаю от имени наших радиослушателей как всегда познавательно информативно и очень интересно и до встречи в следующий раз